Глава 19 Пророчество об Египте Вот Господь воссидит на облаке легком и грядет в Египет, и потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем. Хотя облака и не плотные, однако в них есть нечто телесное. Другие разумеют под облаком Пресвятую и Деву. На это неудобо приемлемо, так как облако означает нежность, легкость и подвижность сущности. И потрясутся рукотворенные египетские. Он начинает победу с демонов, чтобы между людьми не оставалось какого-либо повода для наказания. Когда он пришел и ничего пока не совершил, то вследствие одного пришествия его потряслась вселенная. Это совершилось, когда только пришел Христос. Спустившись в Египет, он в корне исторг все неправды. После того никакой тиран и царь не вели войны против Бога, не отпадали от Него. Вследствие большой несправедливости, но ради веры в Него даже предавали себя на смерть. Нет фараона, который осмелился упротивиться Богу, как до чудес, так и после их. Но люди без чудес принимают царство Христово. Там, тем более, не находятся города, господствующие над пустыней. Но вся пустыня, украшенная своими гражданами, превосходит другие государства, так как Бог сотворил дух и тело. И есть люди, которые следуют духовной свободе и добродетели. Так, смотри. На совершенно удивительную вещь. Не видно сузилища. Почему и каким образом? Нет собраний советников и совопросников, нет безбожных законов, нет властей и приставников, нет коней и мулов, везущих колесницы. Нет голосов, глашатаев и наживы рабам. Но все это изгнано оттуда. Какая помощь от врача здоровым, которые с пришествием Христа получили совершенное спасение? Хорошо, сказал пророк, сидит. Чтобы этим словом показать, что он есть судья и мздо-воздаятель за все там происходящее. Какая польза потом от тела, когда не достает ума правителя его? И здесь обозначается такое ослабление, совершившееся с ведущими войну. Они ослабели вследствие слабости не тела, но ума, вследствие своей внутренней слабости. Я вооружу египтян против египтян, и будут сражаться брат против брата и друг против друга. Город с городом, царство с царством. Уже ли это признак благорасположения? Конечно, и даже великого. Как и Господь говорит. Я не пришел принести мир, но меч и огонь. Пришел разлучить человека с отцом его, подобно тому, как в случае повреждения человеческого члена должно отсечь неизлечимую часть. Так должно делать и здесь. И дух Египта изнеможет в нем, и разрушит совет его, и прибегнут они к видовым их чародеям, и к вызывающим мертвых, и гадателям. Хотя эти слова имеют оттенок пророчества, однако они не предсказывают ничего о будущем. Так говорит Господь Саваоф. Будут пить египтяне. Когда это было? Видишь ли могущество и силу Божию? Почему не случилось так прежде? Почему в то время он не уничтожил природы воды, но преобразовал ее? Во время чародея он желал начинать с меньших знамений, чтобы их побудить к таковым. Но спрашивают нас, где была иссушена река? Кто это знает? И как могло это случиться? Каким образом случилось это? Скажи, пожалуйста. Уже ли это было удивительнее огненного дождя и пламени, превращенных в росу? Впрочем, Елена не знает этого по своему неразумию. Они услождаются своим и обыкновенно прославляют только свое. Слыша что-либо новое и дивное, они стараются это скрывать. Это древнее событие, происшедшее некогда в век их философов. Их шесть. И оскудеет реки, и каналы египетские обмелеет, и высохнут. Камыш и тростник завянут. Стих 8. И восплачут рыбаки, и возрыдают все бросающие уду в реку. Таково будет бедствие от недостатка воды вообще, что даже опытные рабочие подвергнутся этому бедствию. Что значит обьюрадеи? Значит, они не найдут никакого средства, чтобы облегчилось положение дела. Как и в ином месте он говорит, что вся мудрость их исчезает. Такова сила Господня, что он наводит такие бедствия, которые могут или умолить, или уничтожить и мудрых, и сильных, и богатых. Чтобы ясно было, что эти казни посланы от Бога. Стих 12. Где они? Где твои мудрецы? Пусть они теперь скажут тебе, пусть узнают, что Господь Савов определил об Египте. Пророк не говорит, чтобы они уничтожили бедствие, что свойственно высшей силе, но возвестят, что позволяет даже языческое предсказание. Стих 13. Обезумели князья цианские, обманулись князья мемфистские, потому что прежде обещали какие-либо блага, или потому что они прежде гордые, не могли проявить этого. Господь послал в него дух опьянения, не вели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. Здесь многократным образом показывается сила Господа. Через великую притязательность Египта Господь отнимает всю силу магического искусства, обладанием которого тот славился. Мудрецы его не только не будут получать пророчества и предсказывать будущее, но не будут в состоянии объяснить его даже и после научения мною. Такова именно сила Господня, что Он может скрыть от ней даже что-либо известное и видимое. Вот, говорит, я сказал, сообразил, совершил. Тем не менее, они потом не смогут ничего сказать. Он дал им дух заблуждения, так как были слабы умы их. Бог желает, чтобы его считали причиной не только благ, но и бедствий. Я, говорит, Бог, творящий мир и виждущий злое. Исайя 45, 7. Или будет зло в городе какое, которого бы не сотворил Господь. Амост 3, 6. Заблуждение является его не менее, чем истина. Выслушая скалонитян, как они лукаво дивились. Нет ли, говорит Бог, который обманул египтян? 1, 6, 6, 6, равни. Не только, говорят, они следуют бояться того, кто творит чудеса, но должно бояться того, кто сводит с прямого пути, находясь в мире безопасности, пусть они не полагаются на это, так как у них может быть какой-либо хитрый замысел. Поэтому и говорится, что он крещает. Бог любит род человеческий и не желает, чтобы причиной чего-либо считали демонов, подобно тому, как греческие мудрецы полагали другую силу, а они подразделяли божественную силу на две взаимопротивных стороны, обнаруживая свою деятельность по той же мерке, причем одну называли демонами добрыми, а другую злыми. Но Бог не так. Конечно, говорят, что существует некоторая бестелесная злая сила, но несу против Господа и не равна с Ним, но повинуется и подчиненная Ему, как в человеческом роде могут быть злые и добрые люди. Демон, как показывает Бог, не может делать зла сам по себе. Его же, говорит, предал, говорится, сатане. Если сатана не мог дерзнуть на что-либо без предания Павла, то тем более он не может ничего подобного совершить без соизволения Бога. 1 Тимофей 1.20 И если он боится рабов Господних и выжидает, пока он слышит повеление их, чтобы повиноваться Ему, как палач в судье, то тем более Бога. И смотри, как соизволение Божьим мало-помало наступало на Иова. Смотри даже, что совершилось с несчастным Иудой. Сатана сперва не смел напасть на него по своей воле, прежде получения власти. Но когда тот отделился от Божественного Сонма, тогда вошел в него сатана. Хотя и прежде того, он много раз, вследствие святотатственного воровства, приготовлял в себе место для сатаны. И сам Иуда служил для себя злом. Однако сатана не имел власти, прежде чем Христос не предал ему его. Отсюда научаемся, как страшно человеку пренебрегать молитвою и законом. И не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость. В тот день египтяне будут подобны женщинам. И вострепещет, и убоятся движения руки Господа Савуфа, которую он поднимет на них. Иудеи, говорит, будут подвержены наказанию, так как они были причиной бедствия для них. Видишь ли, какими благами пользовались евреи, когда ради их приходило в замешательство вселенная. Их не только прельщали, но и боялись. 18. В тот день пять городов в земле египетской будут говорить языком ханананским. И клястья Господом Савуфом. Один назовется городом солнца. Акила, говорит, город Весны, Сима, город Орек. Почему, говорит, говорящих языком хананиски? Потому что они имели говорить иудейским языком. Потом называется и имя город Аседек. Видишь ли исполнившееся пророчество? Видишь ли подтверждение? Пророк называет время, место, число и имя. Они не только узнают их имя, но и своему будут учиться. Так как им надлежало рассеяться по вселенной, то пророк прежде приучал их к добродетелям и уничтожал страх законов и силу их. Теперь же скажут, он учит иным образом. И зачем нам слушать сказанное? По закону совершенно не дозволялось строить храм в ином месте. Это преступление. Но затем ты не бойся этого закона. Смотри, в чем показано безразличие? Дозвольное изменение уставов не в добродетелях, а только в местах. 19 стих. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской, и памятник Господу у пределов его. Как воздвигнутый памятник остается крепким и говорит словами надписи о древних доблестях, так и жертвенник. Этот памятник сделан не из меди и несокрушимых каменев, но из другого, нерукодельного вещества. О чем же проповедует надпись этого памятника? О силе Господа. Этот воздвигнутый вне жертвенник означает не что-либо иное, как только смерть Господню, если Бог может умереть, потому что смерть Господа в теле показывает не что-либо иное, как только милосердие Господа. Эта смерть была причиной жизни вечной. Затем излагается обстоятельство дела. Стих 20. И будет он знаменем и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской, потому что они воззовут ко Господу по причине притеснителей. И он пошлет им спасителя и заступника и избавит их. Как они вопияли сначала, и Бог послал им Моисея, так и теперь. Смотри, Бог не всегда, и не ко всем безвозличность не сходит. Просящим, вопиющим, молящим о благах, но только к тем, которые вопияли из оскорбляющих их. Видишь ли, что мучение приводит к лучшему плоду. Он утешает, чтобы ты вопиял и таким образом снискал милосердие. Одни относят это к они, что пошлет им Господь человека, который спасет их. А мне кажется, это сказано о Христе. Некоторые переводчики говорят, пошлет им спасителя. Многие пророчества имеют двоякий смысл. Подобно тому, как говорится из Египта, возвал сына моего. Это спасение тем больше, чем достойнее души и помыслу. Судящий спасет его. Что такое судящий? Или то, что он осудил сатану, или то, что не всех безразлично. Потому что спасение происходит из благодати. Не думай, что оно совершается ненамеренно и безразлично. Но как из благодати? Если кто делает что-либо достойное благодати. И Господь явит Себя в Египте. Египтяне в тот день познают Господа, принесут жертвы и дары, дадут обеты Господу и исполнят. Населяя Иерусалим, они пребывали в бедствиях. А когда пришли в землю иноплеменных, получили благословение. Видишь ли, что Бог всегда ищет добродетели, а не место? Кто святее этого народа? Он впервые показал тебе, что можно угодить Богу и в чужой земле. А когда слышишь от Павла, что на всех местах воздеваются преподобные руки, то ты не смущайся и не думай, что он говорит что-либо против закона. Все, что было в Ветхом Завете, изъято. Субботы упразднены. Обрезание отнято. Жертвы отвернуты. Храм бесполезен. Государство потеряно. Город разрушен. И вот после этого ты с опущенной головой придешь сюда и сядешь под бегущими тенями, которые не принесли никакой пользы отцам. Все иудейское изъято. Только одно знание Бога без дел нисколько не помогло им. Видишь ли, все это тени и образы. Ими Бог желал чего-то иного. Будем же делать угодное Богу и стремиться к спасению. И не будем домогаться чего-либо иудейского или христианского. Ничто столько не знатно, как добродетель и святая религия, которой желает Бог.